В этом году Ульяновский реконструирует ТЭЦ-2 в Заволжском районе. Модернизация стала возможна благодаря переходу города на альтернативную котельную. Это новый метод расчёта за теплоснабжение. Появляется некоторое определение предельной цены для всех поставщиков тепла в течение 10 лет. Только 70 с лишним миллиардов рублей вкладывает на сегодняшний день ТЭПлюс. И около 2 миллиардов вложит городской бюджет в свою организацию теплоснабжающую, это городская теплосеть. Участие города в подобном эксперименте – хорошая возможность привести в порядок теплосети, которые давно нуждаются в ремонте. Планирование модернизации проходит теперь не на год, а на три, что позволяет в более комфортных условиях провести торги, заключить необходимые договора и соглашения, произвести работы в штатном, а не скоростном режиме. В этом году на Ульяновской ТЭЦ-2 будет проведен большой объём работ. В части реконструкции у нас предполагается реконструкция блока номер 2 Ульяновской ТЭЦ-2, который работает практически круглый год. Планируется модернизация ротора низкого давления. Суммарный объём инвестиций – более 100 миллионов рублей. Мы не перекладывали трубопроводов больше 3-4 километров. Если говорить про перекладку в этом году, то она превысит 13 километров. Благодаря альткотельной объём инвестиций в отрасль увеличился в разы, а плата за тепло будет заморожена на несколько лет. То есть платить больше пока не придётся. Это условие ставил губернатор, прежде чем регион вошёл в эксперимент. Специалисты заявляют, что и потом плата не будет расти так стремительно, как сейчас, благодаря проведённой в первые годы модернизации и повышению эффективности систем. Мы должны, и давайте сегодня проговорим, когда обновим схему теплоснабжения города Ульяновска, мы должны прописать, что называется, пошагово, как и когда приступим к модернизации центров, центральных тепловых пунктов. Кроме этого, предлагаю подумать о том, как нам разработать по адресной программу по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Кроме того, на совещании были подведены промежуточные итоги прохождения отопительного сезона. Холодов ещё не было, поэтому в целом судить трудно. Однако всего одна авария, которая произошла на улице Кузоватовская, это уже неплохо. Ведь раньше к февралю случалось от четырёх до шести аварий. Павел Половов, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ.